Каждый робот оснащен микроконтроллером. Это своего рода миниатюрный компьютер, который позволяет управлять всей нижней частью. То есть нижней части я имею в виду не дно, а потому что на нижнем уровне происходит управление механизмами. Задание выполняют два робота от каждой команды. Первый строит башню. Это одно из самых сложных испытаний. Но команде Ростовской области удалось научить своего строителя различать цвета. Датчики определяют цвета кубиков и они собираются в нужном порядке. А затем внутренний барабан формирует башню и выгружает ее на поле. Материалы, из которых он изготовлен, легко обрабатываются. Сквозь них можно видеть конструкцию робота, что позволяет отлаживаться. То есть по факту это одна из предрелизных версий. Финальная может быть изготовлена из диралюминия. Тема соревнований – города роботов «Стройм лучший мир». Роботам нужно обеспечить город питьевой водой и электроэнергией. Построить здание и даже опылить цветы. Пчела команды устанавливается в этой зоне, соответствующей цвету команды. Робот команд подъезжает. Пчелку подталкивает на медовый путь. Она скользит и лопая, опыляет шарик. А еще участники должны предугадать, какую оценку им поставит жюри. Все раунды надо пройти за 100 секунд. В дуэли побеждает команда, которая выполнит задание точнее и быстрее. Отнять баллы могут штрафы. Роботам запрещено нечестное поведение. Это не боевые роботы. У нас существует некий фейерплей. Роботы не должны мешать роботу-противника набирать баллы. И в принципе нечестно себя вести. Они не могут врезаться специально, сбиваться, сбивать робота. Вот это отнимает все баллы. Роботы не пытаются демонстрировать зрелищные трюки. Только выполняют прикладные задачи, как, например, на заводах, складах или на стройке. Многие компании заинтересованы в том, чтобы у них на производстве работали умелые механизмы. Регламенты Евроботы построены таким образом, что они направляют мысли разработчиков на решение конкретной практической задачи. Это задачи разминирования, это задачи логистики, это задачи, которые решают интеллектуальные устройства. И не случайно различные компании поддерживают команды. Лучшим выпускникам Евробота крупные компании предлагают обучение и трудоустройство. Иногда берут целую команду. Победитель российского финала получит денежный приз. И главное – право представить Россию на мировом финале во Франции. Екатерина Лободина, Анатолий Рашевский, ДОН-24, Ростов-на-Дону.